привет всем благослови всех господь и сохранився господь во имя отца и сына и святого духа а я хотел бы сегодня пообщаться тоже про очень важную тему такая у меня в духе было так сегодня начал про это думать про эту тему дьявол дает человеку доступ ко всему дьявол реально он делает все доступ дает ко всему человек кроме бога он дает доступ человеку получается ко всему богатством к зависимости еще что-то да вот все мы думаем только зависимость это типа от дьявола а богатство это от бога слава богу конечно иисус сказал я дам тебе жизнь дам тебе жизнь с избытка аминь но вот это но есть дьявол он будет давать человеку все чтобы заглушить путь к богу и чтобы он не познал истину чтобы он был полностью удален от бога чтобы как он говорил он выбрал бога и это мама на нельзя двоим богам служить человек выбирает одного он даже это этого не понимая он просто это выбирает мир тебе брат аминь тебе тоже пусть бог благословит нас всех и держит в руках своих я вот хотел бы сегодня поговорить пообщаться пишите мнение тоже что вы думаете просто разобрать коротко эту тему вот у меня в духе было дьявол дает человеку доступ ко всему кроме бога как всему это может назвать самым великим богатством который у тебя есть а вот представьте если нету бога у тебя есть дома бешеные дорогие у тебя есть самые дорогие аминь брат благослови тебя господь и сохранить привет у тебя есть все кроме бога и вот этот момент он делает он просто получается просто доступ закрывает вы же сами это полу ну понимаем и каждый из нас что люди людям говоришь про это но они думают мне даже был такой ответ да тебе нужен бог это понятно у тебя столько проблем зависимости ужас твоей жизни дайте все аварии туда-сюда ну а зачем мне у меня все хорошо у меня бизнес у меня там семья там все как надо все когда да ты конечно идея нет зачем тебе нужна помощь конечно но и вот такой бред понимаете вот этот момент человека конкретно ну получается упускает но это все опять же духовное все вещи да но я просто про это думал да вот реально дьявол закрывает путь человеку через все через самые великие богатства и ты когда начинаешь с ним общаться ты понимаешь что внутри него да ты понимаешь что от него идет и понимаешь вообще чем он движен до конце концов ты поймешь это что он хочет или жизнь вечную с богом или просто поставить галочку и все дальше я говорю про верующих людей и также не праве давайте просто разберем вот этот очень важный момент что произошло с иисусом христом когда он был в пустыне и вот этот момент когда дьявол к нему подходил и предлагал ему то же самое он зная писание зная это просто разберем пообщаемся про это да библия от матфея 4 глава я полностью сейчас хочу прочитать и разобрать пару моментов про это тоже тогда иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и постившись 40 40 дней и 40 ночей напоследок залкал аминь так здесь может помочь только духовное зрение и понимание всего что происходит через доме брат конечно только через духовное да здесь молитва и как сказать ну просто да когда ты начинаешь с богом двигаться и ты понимаешь да вот эти все моменты ты понимаешь как люди реально потерялись да как я был потерянный надо да реально как я был потерян и получается да и когда мы становимся потерянными когда мы отходим от истины да да тогда автоматом у нас уже другая истина наше тело она во первых днк наша она уже греховная днк какой в котором мы рождаемся она идет против нас об этом говорит библия что дух идет плоть идет против духа они поймите да и получается в конце концов мы у нас идет такая какая-то такая противостояние самим собой будешь ли ты это делать дашь ли ты это богу сделаешь ли ты ход к богу выбор к богу и каждый день у нас есть этот выбор конкретный в нас живет конечно истина которую мы познали это конкретно да такая истина но теперь опять же выбираем мы сами движим движимым и богом или мы идем в мир не зная истину из-за этого будем дальше читать и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок залков вот представьте да иисус христос был у него было совершенное тело он постился 40 дней и 40 ночей я три дня пробовал но не смог честно говорю 40 дней и 40 ночей я думаю это все у него во первых тело было без греха во вторых тело было такое что он мог делать вещи которые нормальных человек не мог делать это ночью всю ночь молиться а утром идти проповедовать дальше и так он жил вот этим да у него реально тело было уже другое да не как у нас я да он пережил боль все но у тела было и и приступил к нему искуситель и сказал если ты сын божий скажи чтобы камни эти сделали с хлебами вот и подошел к нему в таком получается в пустыне 40 дней он был постился да и дьявол ему говорит такой сразу вопрос такой конкретный если ты сын божий сделай эти камни хлебами вас представьте вы 40 дней не кушайте и дьявол здесь приходит с таким подколом он же ему от в ответ написано не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из пуст господа человек вот теперь момент понимаете да это духовная личность которая питалась хлебом от отца небесного воды и от вот у иисуса которая была пища вот эта пища была настоящая про что он говорит да ну конечно нам тоже надо сто процентов мы должны этим жить про это тот раз говорил всегда представьте воздух который мы дышим каждый день так и должно быть слово божие мы должны им дышать сеть да аминь и так он дальше идет да вот это он сделал хлебом да потом берет и год дьявол святой город им и подставляет и гонок на крыле храма и говорит ему если ты сын божий бросься вниз ибо написано ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесу тебя да не приткнешься а камень ногою твоею и вот это подтверждает что он знает писание слова божие также библии говорит что бесы веруют и трепещат тоже получается да он знал это и он говорит ему если ты сын был также знал что это сын божий ну бросься типа тебя-то ангелы так и так поймают иисус сказал ему написано также не искушай господа бога твоего не искушай господа бога твоего это тоже очень важный момент который происходит часто у нас когда мы к думаем о там ладно я рискнул в духе понимаем что не надо но мы делаем что-то не так как надо да да аминь это сто процентов в евангелии от иоанна иисус как раз говорит что у него есть пища который не знает ученики а вот это и есть пища духовная который он как совершенном теле жил как он говорил про это да вообще везде как он был как альфа и омега начала получается он был уже всегда иисус христос мне про это брат тоже рассказывал он это глубже знает писание вот это все его бог задел конкретно сейчас тему готовит скоро будет тема как раз вот на она как раньше откуда иисус но был он же до этого был и в раю был вот это все он все это нашел по библию мне это объяснял это конкретно да ему открыто это сильно я это читал эти стихи до меня не этого ему прям он готовит он будет готова скоро эта тема это обязательно надо будет всем послушать очень важные моменты там говорятся как раз про иисуса в старом завете вот вот теперь про это да говорит ему да не написано не искушай господа бога твоего не искушай мы не должны искушать бога опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу их все что здесь есть и говорит ему все это дам тебе если поклонишься мне понимаете да вот вот про это я начал тему получается поняли да смысл вот это вообще стрима вот я говорю вот реально даже верующие люди бывают реально уходят до финансы конкретно уходят а было посвящение там были покаяние людей там было такое прославление то такое мощное было движение а здесь человек все надо бизнес поднять этот с этим бизнесом я буду служить людям куда станут я надеюсь это все от бога просто я замечаю что человек он просто все там уже нету аминь там уже нету вообще ничего да там просто иногда на задней лавочке какое-то слово и все и вот этот момент опять же к чему я говорю этот момент вот прошлое пару дней назад говорил что проклят человек надеется на человек я в первую очередь к себе говорю что у меня было в жизни момент когда я тоже думал о вот только там я буду питаться вот только там у меня будет сила но если я там куда-то еду там человек вот я оттуда буду брать из-за этого я всем говорю кто сейчас на стриме и то это видео увидит начните лично читать библию лично доверять богу лично общаться с богом и лично что-то делать для бога в лично поверьте мне бог будет делать даже если чуть-чуть немного где-то будут найдутся братья найдутся люди которые вам помогут в малом я рад даже вот у меня сейчас пять человек смотрят 6 даже если один будет даже если никто не будет смотреть я выставлю и там сто процентов бог сделает так что посмотрит я говорю право каждому из нас вам поверьте бог хочет это 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 есть воля божия когда мы говорим про истину когда мы живем в этой истины и когда рождаются настоящие живые камни не вот эти построены какие-то храмы а там нету духа он ты заходишь и там пахнет непонятно тем мы их спрашиваешь сколько людей кается и спрашиваешь то они никто потом садишься туда мне не говорят вечеря мне запрещено мне они не разрешают брать вечеря вот представьте да я пришел бог меня исцелил поставил на ноги дает такие откровения каждый день это вообще да я стараюсь записываю что не теряться а здесь запрещение запретили меня я потом говорю этому служителю пастору говорю я говорю а кто ты такой чтобы не запрещать делать в вечере я ему говорю он год ну я здесь служить я говорю а дальше и что почему ты думаешь что мне это нельзя он говорит во мне грех он не говорит во мне грех ягра в тебе что греха нету я так и могу ты безгреховный или ты кто вообще-то совершенный ты во-первых иисус христос оправдал меня полностью он заплатил полностью цену за меня конкретную цену за все грехи мои а во вторых это уже мое решение я буду стоять перед богом если я не отношусь в эту динаминацию которая мне запрещила но бог у меня есть также я пошел магазин взял себе этот виноградный сок и сделал вечеря дома потому что я не хочу это принимать вы понимаете да как как рубят волю божию рубят просто и все и в конце концов вот это про кайта про этого человека который сейчас рассказывает он ушел оттуда там не получилось я не знаю там служение идет или нет я не знаю это ну вот поймите да вот что происходит добрый вечер сестра благословите а господь и сохрани да да вот эту тему давайте тоже если что-то в духе есть пишите туда будем составлять и я запишем это очень важно важные моменты да потому что я мое мнение вот эти все вот это все что творится это как капец это 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 вообще ударение идет опять же чтобы иисус лиц что бог не сказал что у нас не знает вот это самое главное что мол не дай бог мы ходим и там туда-сюда мы там все эти церковные какие-то вещи мы за каким-то человеком идем как вот а в конце концов если ты вообще с богом личного у тебя ничего нету если бог через тебя не двигается и воля божия закрыта в твоей жизни полностью ты живешь и не знаешь спасенный ты или нет это вообще капец заходишь в церковь человек 20 лет уже в церкви он не знает он до сих пор молится что бог его спас и освободил нету воли божьей если тебе будет воля божья ты поймешь прекрасно что ты спасенный бог любит тебя и да у тебя будет конкретные проблемы в это не проблемы будет атаки будут про это стоит библии что будет потому что духи поднебесные опять же вернемся к иисусу христу когда вот его был пустыни какое было на него давление видите же как 40 дней постился здесь хлеб ему говорит преврати а потом прыгни говорит если если ты сын божий прыгни ангел так и так тебя споймают и дальше вот к этому третьему месту когда он ему предлагает все богатства этого мира понимаете да я тебе все там только встань на колени перед домой а сколько мы видим таких людей самые богатые люди миллиардеры до конце концов не дай бог пусть бог все равно заденет каждого богатого человека который большие деньги ну слышишь что человек умирает и все да у него состояние там 200 миллиардов или что там вот этот были люди был человек какой-то там умер и конце концов понимаете да вот первый хороший вопрос добрый вечер благослови тебя господи сохрани это пишет победа над злом аминь иисус христос победа над злом вы православный нет я сын живу бога я дитя божие которого бог спас в моей комнате иисус христос спас меня когда я умирал он меня поставил на ноги я пережил силу иисуса христа но я не отношусь я себя называю просто христианином дитя божие дитя или сын божий как галата отец небесный это наш отец как как учил иисус христос учеников своих он говорил у вас учитель христос а также отца называйте только небесного я это все подтверждение с библии я также это я это называл так честно сказать до подтверждения здесь еще библии со всех сторон говорит это и вот и все вот про это я хочу был до трудно богатому птицарство небесное да в каждой церкви есть свой устав или порядок под поэтому не допускает к причащанию да они вообще ни к чему не допускают они тебя вообще если ты в церкви скажешь что среди человеком и богом должен быть иисус христос все короче тебя слышать вообще никто для них желание что ты подписал там чтобы ты платил какую-то десятину и и потом еще чтобы ты как говорится член был их не все тебе нельзя ничего говорить тебе скажет дядя петя верховный какой-то чтобы ты мог если тебе повезет когда-нибудь спел песенку впереди а так какое тебе служение ты еще ты же грешный спроси пастора да и тебя здесь иисус христос берет меня в моей комнате освобождает от ада уже на этой земле конкретно освобождать ставит на ноги и говорит теперь иди я хочу рассказать кто такой господь все я не могу молчать я говорю везде это да у меня атаки конкретные противостояния живое идет но все равно иисус христос победить ром впереди когда я уже думаю все мне капец приходит я вам говорю ну реально говорю что происходит под все равно потом бак дальше идет у меня до сих пор физические атаки сильные идут я имею ввиду более туда-сюда с телом да бог исцелил меня от печени исцелил все сделал но есть еще моменты которые остались да и вот они давят и теперь буду я или идти за богом при таком противостоянии здесь идут верующие люди не то что идут их нету вообще нет и слава богу что их нету если бы это моей жизни бы не произошло я бы не познал бы конкретно христа я бы к нему не пришел бы от сердца я бы опять же держался бы но я бы в свободе бы не был познайте истину и истина сделает вас свободным в чем она сделает вас свободным в боге это истина сделать не в человеке не в дяде пете которого помазал дядя федя или как вам извините меня вот это меня сделал свободным я я пытаюсь каждому это человеку объяснить чтобы он понял также я опять же поймите меня правильно я благословляю и молюсь за все динаминации да под почему потому что там исповедуется проповедуется слово божие я это все равно принимаю и пускай они также дальше идут и слава богу я это вообще мне бог открыл это так что каждый из нас делает дело понимаете делает дело я иду здесь они пускай там в доме все равно они же что-то движение идет просто там просто что я в духе понимаю они не принимают вот это служение которое сейчас идет многие я это прекрасно понимаю я уже слышал мнение такие что неправильно ты идешь но я знаю одно что сто процентов вот это что я делаю я другое не могу делать я не могу сидеть в задней лавочке и молчать я просто этого не могу я должен говорить людям я пережил кошмар и от на земле зависимости аварии клиническая смерть и здоровья все у меня нет человек вчера звонит говорит как это так то 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 у тебя же столько моментов ну я говорю да это так еще и дальше будет проверки и все из-за этого я говорю дьявол будет человеку вернемся к теме дьявол будет человеку давать все начиная с финансов заканчивая другие все зависимости просто он будет глушить и он как раз же опять же не будет давать доступ к истине это опять же через все будет вот сегодня разговаривал с молодым парнем таким он занимается спортом здоровый такой и он мне тоже я мог пытался мы хорошо с ним пообщались я ему говорил что пока мест и молодой у тебя есть этот он знает меня так чуть-чуть да очень хорошо поговорили с ним на эту тему тебя брат иисус поставил городом на вершине который не может спрятаться от глаз я не могу да я говорю видите же сами я не я не мудрый не мудрая мира избрал бог подтверждение с библии там несколько раз подтверждение также мне снился сон когда иисус христос во сне мы сшли и этот сон был да но мне говорит я хочу быть твоим личным другом успокойся проводи со мной время и будет конкретное служение будет настоящее служение которое нужно людям эти людям нужно всем познать истину богу конкретно истину им во первых надо освобождение получить от этого религиозного рабства что здесь творится разделили на 25 на 125 динаминации моего спасителя и называются по-разному здесь и и головы мне пишут и что мне вчера так человек писал про доказывал мне и говори к я бы слышь мне господь спас я реальный тебе свидетель я пережил силу христа мне приснился сон у меня в комнате была молния конкретно рассказать час верующим скажет крыша едет у человека если бы у меня была бы крыша я бы ехала бы я бы лежал бы давно уже в гробу а не говорил бы сейчас это вот этот и есть разница да надо держаться бог также мне открыл что такое покаяние покаяние это посвящение а посвящение это уже не я живу да я еще живу я это говорю вот моя живет это живой плоти и каждый день ее надо как собаку держать получается живу против плоти да и понимаете вот этот момент сегодня также опять же я разговаривал тоже на эту тему с человеком тоже говорит давление такое она будет давление просто мы должны просить бога чтобы воля божия как иисус говорил да не моя воля твоя потому что мы в конце концов вот этот миг этот пар наша жизнь как библии стоит этот пар он закончится все а наша вечность будет там а теперь же опять же вернемся к тебе или ко мне что мы оставляем здесь оставляем здесь богатство этого мира я про верующих людей или мы оставляем служение богу мы оставляем покаяние покаяние души если мы уйдем с этого с этого мира люди будут дальше это смотреть дальше будет питаться дальше будет идти дальше это передается также дети про детей сегодня читал то же самое бог дает нам подарки этот дар божий чтобы мы как родители им рассказали почему они здесь для чего родились и дальше цель это конкретно важно вы про эту тему я конкретно еще раз запишу ролик это очень важно для всех родителей наша мечта получить ребенка рождается ребенок безгрешный без вины вообще он никакой вины на нем нет он здесь рождается если мы не не расскажем про спасителя про истину и про путь божий это не дай бог это кошмар будет в его жизни если через нас бог его не приведет к покаянию не конкретно да тогда будет это для родителей всем это надо будет записать стрим конкретно про это конкретно поговорить потому что это очень важный важный момент всем родителям чтобы дети познали бога а вообще в библии стоит конкретный момент лично к отцам там стоит не раздражайте своих детей но наставляйте и обучайте учение господним получается мы должны и там не только в этом там в притчах стоит этому к отцам лично к отцам почему священник также в семье да я в моей жизни ошибок наделал море я до сих пор их иногда делаю да где-то теряясь туда-сюда но все равно бог дальше меня ведет аминь сто процентов сатана все время будет мешать мешать во всех начинаниях нужно молиться и обращаться к нему аминь когда нам хорошо когда нам плохо вот этот момент когда нам плохо я переживаю сейчас я говорю про физическое состояние да когда я говорю там нога не имеет здесь в голове что-то там болит здесь челюсть я был на проверке челюсть скрывая и вот эти все моменты ты просыпаешься спать не может в три утра ну вот теперь будешь ты идти дальше или нет вот теперь вот такой такой такое движение конечно хорошо если мы полностью да ну вот это все движение меня дает что дальше дальше говорить насчет детей детей очень актуально его хорошо вот это будет завтра так завтра поговорим вот эту тему я соберу там пару моментов насчет воспитания насчет детей и также откровение которое у меня было когда у меня ребенок сидел маленький мой младший сын который сидел у меня на на коленях да вот там было конкретно откровение откровение насчет наследства и откровение насчет воспитания было вообще капец я шел ладно давайте я завтра вот и про эту тему поговорю это очень важный момент я думаю может быть многие это все знают но все равно вот это все запись идет во-первых конечно для нас кто здесь сейчас находится слава богу за вас я знаю что каждый из нас и из вас имеет веру сто процентов веру и каждый из вас будет тоже делать то что хочет бог это это наша цель сделать волю божию на этой земле но бывают жены перебегают дорогу бывает тяжело добывает конечно бывает сто процентов поймите там также стоит библии что враг он даже в доме или что-то такое да конечно будет будет через все пробовать что вы просто извините меня заткнулись и все было закрыто сатана будет через все пробовать что просто сбить вас столбом будете отдавать все если у тебя нету зависимости слава богу ты такой без зависимости он тебя с бизнес например или или даст еще какой грех такой который не видны ты выглядишь красиво круто все успешный а внутри ты понимаешь да и ты не можешь открыться гордость тебя держит это все и вот в этом мы живем сейчас мы думаем о человек такой все а иисус христос подошел к этим книжникам и фарисеям и говорит что гробы окрашены до внутри гниль получается и вот этот момент до сильный до такой аминь дать чем раньше тем лучше господь в семье работать через отцов братья да да здесь вот эти здесь вот эти получается как его сказать его структура да я как это вся если она не будет в плане в действии да там да если она должна действовать да как бог хочет если это будет вот так даже это служение да она во первых конечно передает я передаю что хочет бог а во вторых я сам получаю заряд из этого я с я говорю каждому из вас братья и сестры не думайте что вы там не можете или что-то там плохо да думайте одно что думает о вас бог и бог хочет чтобы вы встали проповедовали дальше и шли не сдавались он будет давать моменты конечно мы не можем сидеть на одном месте ничего не делать чтобы мы должны двигаться ну но с богом конечно двигаться аминь слава богу да как он работал через адама да дам тоже получается его взяла это яблоко она я можно сказать тоже ее дьявол можно сказать и раскусил да и ну как раскусил да он не предложил объяснил ничего стра там тоже мог бы сказать что ты делаешь это не так остановить да ну где-то то тоже можно сказать сделал это пошел против воли божьей один момент просто то и вот этот момент нам очень важный говорит что мы должны реально жить так как хочет бог реально вот у нас бывает в духе мы бы не понимаем почему так здесь ты мы должны это 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 истина поступать так будет тяжело тело будет все трясти но все равно делать так как хочет был еще одна актуальная тема успех в этом мире успех в этом мире только с иисусом христом спасителем моей жизни был не успеха проклятие все это время хотя я думаю такой успешный все у меня хорошо в конце концов бог говорит теперь я тебе сделаю запятую а теперь ты получишь настоящий богатство которое от бога и вот это есть что бог дает и детей здоровых и то и это сколько раз мне говорили люди ты не боишься что у тебя это ты же там твое тело прошло такой отец на земле а здесь на детей захотел нет реально так человек а здесь теперь врач метре 3 3 сын родился он говорит у него у него непростое непростое как он растет а у него очень хорошо он не у тела сильны слава богу такой да и он развивается сильной говорит уже и все и все все игры про млад младшего и также про старшего самый лучший по математике и бог дает мы опять же должны зависеть от бога они от этого мира или вообще от всего что здесь есть почему господь бог не уничтожил дьявола я думаю это все случилось но у меня тоже многие вопросы почему они уничтожил дьявол как вы думаете пишите тоже я думаю это все я вообще думал конечно почему вообще все это все не остановится уже сейчас и и это да бог дает время покаяться всем а насчет дьявола я думаю это все началось так грех зашел днк человека и это пошло дальше все на этой земле а почему надо искать почему бог не может остановить не уничтожил честно сказать сейчас в быстро так вот этот ответ не могу ответить говорю как есть бог есть любовь он заседатель да он его уничтожит свое время да это стоит в библии он он даже мне как я читал книгу откровения там стоит вот эти тысячи лет что бог ему еще даст как я понял извиняйтесь я неправильно понял как раз про эту тему к он ему даст еще время получается какой-то момент по одну из покаяться не тоже покаяться это еще осознать вину ну как я понял это это не произойдет да но опять же опять же самое главное чтобы мы пришли за богом вот я вам говорю тогда вот мне многие люди пишут ты еще толком библию не познал ты еще до конца не узнал все ты еще в глубину не зашел но я познал единственное одно про что я хочу всем рассказать это что бог любит меня и тебя он отдал сына своего единородного иисуса христа и я кричал к нему когда я умирал и это произошло чудо в моей жизни да что я осознал что я делаю куда я иду и так далее и об этом обо всем свидетельствует библия это все стоит библии в новом завете но я сейчас начал идти я вам даю гарантию если дальше вот не если если никакого нету я хочу идти до конца теперь все потому что у меня нету на плева направить у вас тоже нет есть одна дорога только с богом и за богом и все другой нету никакой из-за этого это только начало я верю что бог не откроет все у меня бог не открыл что такое улана духа святого у меня освободил от религиозного рабства а мне многие другие вещи открыл который я еще не хочу говорить это потом потому что надо глубже еще читать его откровения мне надо с библии тоже вот этот момент эти все моменты они тоже придут но самые-самый конкретный момент был когда врач проверял меня мое здоровье мою печень которая была в 20 раз увеличена и все и он вот последняя проверка была два месяца назад и он говорит все нормально все у меня большие большой анализ крови брали все никаких болезней у меня есть факты да у меня есть два письма я могу когда нибудь я говорю надо старое найти где это все стояло то и это и просто показать людям что делает бог до восстанавливает и это для меня самое главное что меня спасло дьявол дает человеку доступ ко всему смотри брат вот это начало темы дьявол реально дает человеку все вот вот мы читали от матфея 4 глава он хотел иисусу дать все богатство этого мира чтобы только иисус христос поклонился ему получается дьяволом будет в твоей жизни моей жизни все тебе давать чтобы ты просто не познал во первых истину во вторых чтобы ты не шел за богом и в третьих чтобы вообще не был с богом и вот этот доступ как про который я говорю все говорит да вот спрашивает что значит дьявол дает человеку доступ ко всему ну сами же понимаете почему богатые люди вы расскажите им про бога там будет же какой бог можно они уже сами в боге себе и вот этот доступ он дал люди берут а из от истины отходят но наша задача все равно как верующие люди молиться за всех людей молиться как раз за этих людей которые погибают про это я тоже говорил что иисус христос пришел спасти погибшие а погибшие то не только такой как я который был в этих всяких драках авариях и вот эти зависимости погибшие люди это которые реально сейчас думаю что они все у них есть да не сидят и вот представьте да вот этот миг 70 лет 60 лет ну скажем 90 лет хотя сейчас смотрите поскольку умирают самые это богатые люди хотя у них денег моря почему сердце наркотики и так далее дьявол все разводит заглушил цели потом бах и все вот этот момент конкретно получается он все дает человек весь теряется запутывается в времени нету бежит и ему лишь остановись на пять минут пойдем пообщаемся ты чё иди у тебя время есть туда-сюда тебе заняться не чем вообще мне говорят да вот этот момент и короче но я я не дух святой также на эту тему тоже открыл что мы как верующие люди мы должны им это говорить ну конечно с любовью не так стучать было бы хорошо если вмазать 11 чтобы он покаялся так не идет мы должны с любовью говорить чтоб человек принял эти слова а дальше опять пропитывать мы должны просто идти дальше за богом мы идем идем а потом уже должно прийти время когда как раз эти люди так которые погибающие они вспомнят эти слова по любому когда им будет очень плохо так как в моей жизни и ты вспомнишь бога это будет так дух святой тебя заденет да и ты этого будет и ты будешь молиться к нему и ты придешь спросишь молитву библию у меня все это лежит все готово я уже раздал много но уже есть я еще заказал и библии все и вот этот момент как раз мы должны пропитывать а дух святой будет все делать он будет приводить людей к иисусу христу ну как дух святой имеют у бога да отец сын и дух святой потому что господь дает покаяние не просто покаяние для галочки а я живу так как я хочу и и не могу бросить курить от ни один там брат сказал я не могу бросить курить это ну значит еще не сдох за этого ты не можешь бросить в каком смысле сдох и огонь ты уже живешь тебе слишком много вот это меня тянет меня не тянет я говорю я знаю что такое курение значит что алкоголизм и что такое казино и так далее я теперь тоже знаешь что такое истинно что такое библия что такое сила божия тоже познал его теперь выбор у меня конкретно только он все это другого вообще нету во христе уже уничтожен аминь сто процентов аминь сестра что-то я вон сам что-то я это запутался короче чуть-чуть видеть я тоже я говорю я начинаю это все он уже уничтожил мы уже победители дьявол уже над нами власти не имеет аминь слава богу вот новая тема родилась вот вот это я тоже надо все никакой власти нет он проиграл полностью уже было на голгофе заплачена цена иисус христос пришел победить смерть а смерть он победил своей жертвой все вера в иисуса христа спасает нас от этого все власти нет какая власть но он заберет если я даже уйду с это все моя душа принадлежит богу спасителю также и ваши души понимаете моменты слава богу вот за откровение это было внутри а я что-то мне говорят там дьявол но он там вопрос был почему бог его не остановил но другой а мы как это ну связано чуть на другой чуть вопрос был мир вам слава иисусу аминь слава иисусу христу только дух святой направляет нас к истине слова божьем библии да аминь сто процентов понял спасибо аминь брат конечно пожалуйста люди сильные потому что созданы по образу божьему аминь я я считаю люди тогда только сильные когда вот мы идем за богом да тогда он дает силу да а так без бога я думаю силы у нас мало да спасибо почему не получается молиться за заблудший как не получается мы молимся доверяем богу отдаем их богу получается верить надо идти памяти одно что вот мне тоже было такое откровение даже вот люди которые мы мы-то хотим получается любого человека спасти ну как рассказать чтобы он был спасенный но есть люди тоже через которых поймите что сатана или демона этих духе поднебесной как библии стоит они нас могут и назад тянуть вот я это тоже пережил нас на своей ты человеку хочешь помочь говоришь ему истину бог его восстанавливает по и получается полностью а потом приходит такой момент когда он начинает звонить там то то вот это звонки вот эти все я ему говорю слышал я тебе говорю сказал тебе надо покаяться умереть для себя чтобы жил в бог тебе и делать так как хочет бог да есть проблемы всю мы решили 40 лет у нас там долги нас люди ищут у нас конечно но теперь бог будет восстанавливать теперь бог будет делать все новое не вот так а потихоньку 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 также с моим здоровьем тоже все потихоньку идет наверх и слава богу все равно я живой это все все идет дальше и бог делает великое недоступное конечно мне люди думают из чего-то там перегибаешь палку или что такое мне один писал там знакомый какую палку мы должны идти просто за богом и бог дает великое и недоступное чего ты еще не знаешь просто твои твоего что-то тебе надо сделать закричать к нему сказать господь я погибаю умираю не могу и все и начни без меня разбирать библию жить так как он хочет доверять ему и искать его везде и бог откроется тебе сто процентов это сто процентов надо поверить если ты не веришь конечно проси бога чтобы он дал веру в конце концов если уже этот разговор к этому идет бог тебя коснется сто процентов где-то и когда-то он касается кстати вот эту тему я тоже запишу сегодня мы разговаривали бог стучится часто человеку посмотрите все в свою жизнь да вот я думаю у каждого из нас были проблемы там со здоровьем с финансами мы что-то хотели у нас не получалось и вот эти моменты все где мы кричали тоже богу просили ну бог ко мне стучался через многие обстоятельства но когда мне опять становилось хорошо я шел опять жил так как я раньше жил понимаете а получается тогда стучался 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 а пришел уже такой момент жизни когда я уже реально умирал умирал своей комнате просто умирал брат и я это он у меня уже все стоит но не успел я вот читал это писание чуть знаешь пребывал так все нормально сегодня сегодня обещаю но здесь уже люди братья тоже писали посмотрели говорят очень сильный фильм благодарим за это за информацию да но это я так посмотрел коротко но я тебе честно говорю я очень полностью надо под просмотреть его обязательно да да благослови тебя господь алексей и сохрани конечно у нас время есть слава богу но у всех когда-то она заканчивается ну вот братья и сестры я хотел бы вот эту тему задеть конкретную тему насчет что поймите одно я повторюсь коротко что сатана хочет просто он он все сделает чтобы человек не познал истину те даст все да и также он может он не даст он не хочет чтобы ты познал бога и единственное что нам надо делать реально покаяться и и понять тоже одно что мы мы должны верить только богу писанию и даже людей воспринимать из-за этого я стараюсь каждому из нас сказать начни сам от сердца читать библию когда ты познакомишься со словом божьим не через меня не через еще кого-то а сам лично моя цель тебе это сказать чтобы ты сам лично познал истину прочитал библию и тогда ты уже сам все поймешь конечно от веры молись богу чтобы он тебе помог в этом и божья сила обязательно тебе это расскажет все что там творится и конечно постарайся сделать так что в твою жизнь информация заходила от бога если в твою жизнь будет весь день заходить информация этого мира она заглушит в твоей жизни она заглушит голос божий и ты не услышишь да вот этот момент потому что мы понимаем что со всех сторон куда мы идем все на нас идет то-то со всех сторон и мы только чуть-чуть отдаляемся от бога все просыпается наша плоть мы уходим другую сторону и все пошло и поехало и из-за этого старайтесь сами я мой совет каждому из нас чтобы мы познали конкретно сами библию прочитали до конца и просто начали жить так как хочет бог тогда мы будем знать истину да про это стоит библию что познать и истину и она сделает вас свободным она то она сделала меня свободным из-за этого я сейчас сижу и честно сказать вообще не хочу искать от человека к я хочу как раз это передать каждому из нас чтобы мы все это поняли и тогда бог будет двигаться конкретно через каждого из нас чтобы никаких этих конечно будет противостояние везде все вот это я хотел бы сказать слава богу за всех как у вас у всех настроение все нормально движение с богом да конечно все приходят богу по разному или разным причинам но когда мы пришли к богу нам надо за него держаться конкретно покаяние то есть посвящение если мы не будем держаться за истину за слово божие библию если мы не будем идти за богом если мы сдадимся на первом первом каком-то повороте или это у меня было такое что тоже я там были искушения конкретные были тоже вещи которые в моей жизни забирались я вообще там потерялся конкретно на долго лет они забирались то что я не хотела давать у меня забрали и сделали так что это больше вообще не увижу никогда наверно не вижу а можешь увижу а теперь я понял чему это все потому что я был привязан каким-то вещам я был привязан к людям я был привязан к финансам из-за этого бог не мог двигаться библии также стоит если ты зависишь от чего-то или кто-то дороже чем бог бог не хочет бог хочет чтобы ты ему а что мне еще открылось поймите одно что и когда мы уйдем с этого мира когда свет выключится в нашем и нашем теле да когда мы будем стоять один к одному с богом там уже не будет никого уже не будет никого и вот этот момент как раз говорится что мы должны конкретно здесь на земле познать истину мы здесь на земле должны идти за богом и здесь на земле должны держаться за него чтобы там мы уже не сказали о господь и мы тебя не знаем и также сделать что-то каждый из нас может что-то сделать здесь сто процентов мы живем в разных городах ну но мы движим и одним духом как стоит библия одним духом и вот этот дух мы мы должны дальше чем мы можем тем бог будет действовать он скажет уже в сердце все делать и или как у этого в библии же был такой тоже человек что он там убегала лишь что-то такое от бога да и в конце концов он там кит его в выплюнули что там вот извините видите они все еще сильно знаю ну в конце концов что я хочу сказать сером понял что он был он должен быть волю божией все я понял моей жизни я даже честно сказать рад что я не смог работать я хотел обязательно работать а в охране долго лет работал 10 лет потом я и хотел идти дальше в тюрьму охранять но я не смог потому что у меня нету нюхо меня сбила машина я упал головой об асфальте был клинической смерти и вот этот у меня нету нюха головные боли и вкуса тоже нету до сих пор нету да и вот это меня не взяли на работу потому что как раз по этим а это очень такая должность была где там очень хорошо плотят туда-сюда а теперь я понял вообще почему не бог даже сейчас открывает к чему это все шло что я чтобы я вот так вот этим занимался вот это чтоб шло это очень важный момент потому что если бы я был бы опять отдаленный как я был 10 лет что там работал по 300 часов там все ты уже приходил какое тебе там это а здесь бог мне дал даже через вот эти все болезни или как сказать ну аварии не болезни как тело было чуть сломато и и вот через эти вещи у меня есть время даже я за эти полгода я так познал библию так познал истину сколько в откровении меня за всю жизнь этих не было и за это понимаете также библии стыд через твою болезнь я прославлюсь аминь слава богу иисусу христу спасителю он прославится через наши болезни только дать ему надо конечно дать ему да бог получается он дает нам все равно выбор но я не могу нет ну выбор проклятие это получается ни в какой выбор это проклятие это не выбор да ну и тканье это выбор опять но но это не выбор для меня выборка благословения выбери благословение и иди за богом и бог тебе покажет настоящее сокровище на этой земле не которые давал мне этот мир а которую там уже будет давать господь те сокровищ где люди будут шок как так этот там извините меня конченый там то то а здесь он просыпается бог это не он просыпается бог просыпается до фильм называется веришь ли ты да сейчас сейчас я по моему веришь ли ты называется фильм доверишь ли ты от создателя бог не умер посмотрите все здесь советуют говорят хороший фильм я его еще не смотрел на сегодня наверное тоже посмотрю я думаю что то хороший фильм ну надо будет посмотреть обязательно вот братья и сестры я надеюсь поделился как мог этим словом чтобы мы не давали дьяволу место также стоит библии не давайте место закрывать и двери молитесь держитесь за бога да не давайте ему никакого места доверяйте богу даже когда нам ничего не понятно даже когда мы реально думаем все уже сломато и тогда не доверяйте и бог даст нам то что нам нам уже дал слова нам уже дал получать мы уже спасен спасеные люди до которым наследники царства небес мы род избранный до который будет это все подтверждается все давайте тогда 10 вопросы есть еще какие-нибудь ко мне может быть или вообще может быть вы мне посоветуете как мне лучше стать если есть какой-нибудь совет пишите интересно что я могу лучше кроме ошибок на русском языке мне кажется у меня есть ошибки потому что я я разговариваю на двух языках слава богу да бог дал два языка и я могу также свидетельствовать другим людям которые на другом языке как называется веришь ли ты называется фильм и я хотел бы вот и еще один фильм посоветовать если мы уже фильмы задели конкретно духовный такой серьезный фильм где где там конкретно бог коснулся одного человека вообще в этот фильм обязательно посмотрим что брат сказал говорение старых аминь конечно да я и не могу честно говорю алексей брат я я не могу останавливаться я да я и не хочу зачем останавливаться куда останавливаться у меня вообще развитие идут дальше я уже примерно хотя в моих силах я думаю о как я туда залезу но мне уже суть в том что мне люди попадаются которые занимаются вот я никогда не общался с людьми которые занимаются такими программами а сейчас они попадаются вообще и они мне говорят на тебе сделай получается бог уже говорит вперед вот теперь ты дальше будешь заниматься этим из-за этого я говорю надо идти дальше и сдаваться куда сдаваться был здесь такую такую благодать такую жизнь дал жизнь с избытком вечную жизнь сдаваться все мы идем только вперед мы дети божьи наследники царства небесного наш отец это господь и все да сейчас я напишу вот посмотрите вот этот фильм вот я думаю может я думаю многие смотрели история заложника называется христианский фильм очень интересный у меня прям слезы пошли когда я его смотрел такое прям бы это после того как брат сказал когда вот выходные будет свободное время когда просто охота зарядиться такое тоже обновление посмотрите там тоже такое прям сильно прям да это вот сегодня у меня был я говорю разговор с одним молодым парнем молодым 25 он занимается спортом какой здоровый и конце концов я ему все объяснил сначала конечно бога старался не сразу ну говорит нам про библию я так старался своими словами просто объяснить его это сильно задело и в конце концов я не сдержался я говорю все что я тебе сказал это сделал бог он не поставил на ноги освободил меня дал мне цель в жизни дал мне детей дал мне семью исцелил мою печень ведет меня дальше я это передаю другим людям ни одного мата на канале 5000 же эти всяких я записываю этих роликов и я стараюсь идти дальше глубже 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 теперь мы уже должны идти дальше и брать эту истину все больше и больше чтобы расти еще дальше вере чтобы дачи мкаялись дальше люди чтобы было освобождение чтобы матеря в семье радовались чтобы дети радовались чтобы сыновья были получали освобождение чтобы приходили люди к богу чтобы было просто радость в семье чтобы муж и жена друг друга любила чтобы они ушли вместе как стоит библии как 1 вот вот это есть воля божия которую мы должны делать проповедовать царство небесное а вот это все стоит в библии что нас учит этому чтобы мы такими были это очень важный момент даме и брат будем смотреть сто процентов и вот такие дела вот я ему рассказал сначала про бога и потом про вообще мысли все а потом я сказал что бог это все сделает оставить библии его сильно за дело потому что надо мудрость поножите аккуратнее подходи на бог будет давать мудрость к людям людям подходить они будут это знать и слава богу давайте помолимся теперь наверное час поговорили очень хорошая тема чтобы мы не давали дьяволу доступ к нам дьявол будет давать все но мы всегда должны думать что от нас хочет бог и мы должны также думать и давать богу чтобы он двигался через нас это и есть настоящее покаяние покаяние это не галочка или свечка один раз в месяц покаяние это ты уже должен не жить а бог в тебе когда тебя говорят плохо ты отвечаешь другим образом когда тебе хотят сделать плохо ты за него молишься как иисус христос говорил господи прости их ибо они не знают что делают вот это есть настоящая воля божия почему потому что от нас некоторые зависит вечность людей в этом мире вечность людей в небе с богом в этом мире людей зависит от нас многое что даем ли мы это конечно также там стоит не бросайте жемчужины свиньям если вас люди тянут назад от бога я не говорю что всем там я тоже отхожу меня был даже момент а там нет стоит человек и он мне объясняет что иисус не был бог иисус не был сын и свои грузит и грузит я говорю слышь ты я первый я вообще живой свидетель ты меня видел да и видел сейчас а перед тобой стою ты же видишь что со мной сделал бог почему ты в это не веришь ну ты сам своей силы я бы какой своей силы моя сила меня бы в групп дальше бы завела конкретно завела бы меня не своей силы и в конце концов я просто пошел дальше я этого человека до был такой я потом где-то чуть-чуть такой жалел на я помолился за него но у меня он мне что-то говорил говорил о против бога а он не говорил типа я хватит уже всем свое втирать он мне говорит хватит всем но моё втирать свое я говорю здесь ты уже вот в этом ты уже мнение просто заблуждаешься полностью хотя я мой библию давал да давно это было да и он будет хватит всем уже свое вот ты мне этот говоришь потому что ни разу не читал библию если ты не читал библию знал бы бога ты бы понял что я тебе объясняю ты бы понял что я тебя хоть не тоже хочу бог хочет чтобы ты был спасенный и он хочет чтобы ты жил в свободе свободе в нем все я тебе также не нужен тебе нужен он чтобы ты жил с ним они своей вот этой не знаю каши какой-то непонятной а у меня пропала до связь наверно плохая а слышно как нормально да у меня интернет я думаю интернет слабый нормально слышно да картинка бывает этому вечером интернет пропадает да благодарю тебя тоже брат за поддержку всех благодарю потому что в эти поддержки я нуждаюсь в них не то что я вы понимаете что люди дальше это слышат вы сами видите что иногда там идется в интернете вчера я про это говорил люди у них и миллион подписчиков миллион подписчиков и они ведут вот этот канал ее оскорбляют людей матерятся сидит сигаретой во рту и вот это вся этот бред или очень пьяный сидит смотрят и год дети скидывают ему еще такие бешеные деньги и вообще думаю что такое здесь я хочу рассказать человеку чтобы он получил освобождение меня ничто не могло освободить не кодировки не врачи не психиатры не нет ни что пока мисс уже я понял что все уже кровь уходит я уже все мне капец приходил все умирал сердце случалось у меня был конкретно ну здоровья уже не было и бог здесь уже все прям восстановил конкретно но мой средний сын он молится конечно верят и как им не верить если папа здесь только записывает и говорит он молится уже и за меня и и за младшего братика и и это будут уйти за богом потому что библии также стоит праведник бог благословит до тысячу родов праведника поймите и вот про эту силу как раз тоже мы должны задуматься когда мы идем за богом когда мы свидетельствуем когда мы говорим о боге когда мы стараемся жить как хочет бог бог будет делать бог уже позаботиться вот у меня было конкретно на насчет этого не один просто гуляя по улице не подходит человек и рассказывает мне такое короткое свидетельство у него есть дядька ко мне подходит человек на улице и рассказывает у него есть дядька который сильно верит в бога и и он конкретно тоже служение служение вот этот служение но он мало общался с детьми мало это и детям где-то не хватало его потому что он часто в служении был в конце концов проходит большое время это дети все успешные до живут по разным городам мира и здоровые дети у детей уже дети вы понимаете почему я говорю что бог позаботился о этих сохранил и дал покаяние и дал жизнь до из-за этого пока месь мы сейчас у нас есть возможность если у кого-то конечно сейчас проблема у меня тоже еще они есть не падайте духом у меня конкретные атаки каждый день я вам говорю ну мы должны конкретно держаться теперь за него все теперь если что конечно мы сейчас должны построить дом с нуля во первых говорит оставь свое старое и теперь пойдемте за мной и выкиньте свои все удочки и давайте пойдем за иисусом христом чтобы ловить как он сказал души человеческие да ну в духе сна избранные все но правильный выбор делают единицы очень хорошие слова говоришь андрей если тебя андрей зовут ну здесь подписано да я вот про это тоже вот ты мне вот как раз это пишешь избранные все но правильный выбор делают единицы я вот про этот конкретно задумывался почему я про это задумывался потому что я рассказывал я смотрел проповедника он сильно проповедовал про бога я думал как так вот столько заряда да у него и мне нравится да слушать я иногда тоже слушаю это нормально мы должны питаться где-то мы слышим там откровение получаем вот сегодня сестра написала или чё но в конце концов дух святой мне открывает это тоже можете за ним начни читать библию такой как я который все там я даже боялся там сиди сидеть это два слова скану про бога я имею ввиду и здесь начал углубляться это шло долго это конечно шло и потом какой-то момент пришел все теперь тебе надо открывай как хочешь делать тебе надо идти и вот в этом я сейчас нахожусь просто я к чему это говорю что каждый из нас поймите мне если я начал каждый из нас может начать даже маленькое служение маленькая где-то служение маленькая это почему потому что в этом есть воля божия поймите одно это конкретно где-то помочь где-то даже если если даже мы не можем человеку помочь финансами скажите пару хороших слов благословите его или улыбнитесь ему или дайте руку да скажи господь тебя любит или там воды что есть да если нет есть вас не у всех есть возможность есть самая главная пища конечно духовная чтобы он стал на ноги до или вообще покаялся чтобы он был спасенный ну все давайте все вместе помолимся да поблагодарим бога за все я тоже мне надо теперь дальше идти принцы там уже все кричат господь я я просто хочу тебе сказать спасибо за опять же за эту жизнь спасибо за все что ты делаешь для меня спасибо за все что ты делаешь для всех людей то есть сейчас на стриме также господь я хочу просто идти дальше за тобой я хочу чтобы твою истину познал весь мир чтобы твое слово за дело людей чтобы люди перестали пить курить играть чтобы они начали наконец-то жить с тобой чтобы они свое время посвящали не сатане бизнесу или так далее но они свое время чтобы служению тебе каждый из нас может служить богу по-разному и бог да даст каждому служение сто процентов это наступило такое время что бог поднимает свои живые камни и он будет строить церковь из этих камней это будет церковь иисуса христа это настоящая церковь будет где-нибудь никакой динаминации буду только братья сестры и у нас будет отец небесный как учил учил нас христос наш учитель все и вот это служение должно быть также мы все будем вадимы одним духом у нас будет один дух как стоит и мы будем понимать про что мы говорим и нас будут слушать люди их будет задевать бог и вот это есть живое свидетельство с живое живая жизнь с богом который я переживаю слава богу иисусу христу спасителю за путь истинную жизнь вечную благодарю тебя господь что ты спас меня когда я умирал своей комнате и даешь это возможность дальше это всем людям говорить что ты живой бог и ты можешь спасти любого человека просто без разницы где ты сейчас находишься без разницы хоть тюрьме хоть на воле хоть и в пьянстве хоть наркомании встань на колени и кричи к богу конкретно кричи и покайся и бог даст тебе просто освобождение он мне дал освобождение от ада он мне дал это освобождение но и потом конечно ты должен идти за ним за ним ты должен жить так как хочет бог а не этот мир это единственное что хочет бог чтобы ты был спасенный чтобы ты вернулся опять к отцу и чтобы твоя жизнь просто свидетельство о спасителе иисуса христи не только твоими словами но духом святым который будет тебе жить я благословляю каждого человека который сейчас здесь я желаю вам всего хорошего пусть бог просто ведет вас пусть бог просто через вас двигается и пусть все люди которые возле вас познают кто такой иисус христос спаситель слава богу иисусу христу спасителя за путь истину и жизнь вечную благослови вас всех господь братья и сестры и сохрани я надеюсь короткое это служение которое длилось час вам понравилось всем как понравилось мы принимаем это все в духе но я думаю бог касается все равно каждого по-разному да будем дальше двигаться если у кого-то есть свидетельство пишите все я буду писать для меня это тоже все важно чтобы мы говорили что делает бог нашей жизни аминь все я выключаюсь до завтра завтра будет тема насчет воспитания детей насчет родителей в первую очередь меня такого человека которого бог поставил и поговорим просто что такое наследство этим к чему мы идем и так далее да будет интересно мы с богом когда идем нам всем интересно потому что это дает настоящая пища которая приводит к вечной жизни не вот это которую мы кушаем а которая дает бог все аминь я очень рад за вас мне очень нравится что вот это все происходит сейчас я чувствую это воля божья столько людей пишут не что и канал живой что бог задеет что люди начинают читать библию и также пишут я вам честно говорю мусульмане пишут что их был задеет что пишут там где в директ пишут уже туда начинает писать да и конечно многие против имеют но я стараюсь опять проявлять к ним любовь им нужен любовь я я выходил на другой уровень я как-то спорился я думал вот сейчас посмотрим кто кого переиграет вот так да но я там писанием прям а потом просто начал благословлять муж я не могу до кого-то приходилось убирать с канала но я старался все равно и сейчас я также стараюсь и так же мы все должны стараться стараться просто как библисты старайтесь быть со всеми в мире это не так легко но когда мы живем с богом когда мы читаем библию когда мы идем за богом бог дает нам эту мудрость если даже мы где-то сделали человеку не так или сказали слова не так молитесь за него и это самая конкретно сила будет потом уже бог будет двигаться в его жизни конечно от сердца молитесь и бог коснется его и все все братья и сестры а то у меня уже через моя сломатая дальше будет уже разговорился много не говорить а здесь я все говорю и говорю я надеюсь всем понравилось я буду дальше за всех молиться и дальше идти за нашим спасителем иисусом крестом так и вы все братья и сестры никогда не забывайте его когда вам трудно как раз там хочет бог чтобы мы шли за ним и когда когда мы сидим у нас все прям так круто а как раз когда у нас бывает наша жизнь и такое давление мы понимаем вот это давление а теперь вот все теперь действует вера в бога писание слова и божие что иисус христос сказал оружие берите все оружие божие и все чтобы мы стояли крепко дьявол будет подходить будет посылать будет нападать он он такой он павел получается он думает он все знает он будет западеть будет думать что ты чем ты занимаешься а в конце концов бог ставит все равно так как он хочет бог уже дал нам все ключи самое главное что мы уже победили иисус христос дал нам победу и мы с ним идем и все это самое главное жизнь аминь слава богу иисусу иисусу спасителю